Атаман, Атаманушка, Атаман, Атаман! Говорит и показывает Атаман. Новости! Как должен работать штаб оповещения и пункт сбора поселений, рассказал на инструкторском методическом занятии по мобилизационной подготовке военной комиссар Абинского и Северского районов Валерий Черкашин. Вступительным словом обратился глава Северского сельского поселения, начальник штаба Игорь Крикун, проинформировав присутствующих о важности проводимого мероприятия. Это обусловлено тем, что главы сельских поселений и руководители организации несут персонально ответственность за своевременную поставку мобилизационных ресурсов войска и поэтому должны четко представлять порядок и организацию работы штабов оповещения и пунктов сбора по поставке вооруженной силы Российской Федерации людских и транспортных ресурсов при объявлении мобилизации. У нас большее количество граждан оповещается, то есть с резервом. Этих людей оповести, доложить, что оповещенных, кто нет. Дальше оповести поставщиков техники, вручить им частные наряды. Там будет указано, какая техника, какое время должна будет поставляться на фунт сбора. Дальше собрать здесь этих людей, посадить в автобусы и под руководством старшего команды отправить их в город Абинск. Помощник главы Северского района по мобилизационной работе Федор Воротов подчеркнул, что все действия не должны быть формальными. Не просто для того, чтобы нам показать, что вот он план есть, военно-постановление есть, но документы должны быть работающими, что есть написано «Иванов», то увидите, что Иванов живой. На занятии были показаны все необходимые практические мероприятия по оповещению граждан, пребывающих в запасе и их доставке в пункт предварительного сбора. В администрации района прошло еженедельное рабочее совещание. Оно началось с награждения начальника управления специалистов района и администрации благодарственными письмами за высокий профессионализм и достигнутые результаты в работе. На повестку дня было вынесено два важных вопроса. О том, как проходит подготовка общеобразовательных организаций к проведению государственной итоговой аттестации, рассказала начальник управления образования Любовь Масько. В 2018 году в процедуре проведения единственного государственного экзамена участвует 418 человек. Первый заместитель главы района Марина Наумейко подчеркнула, что все намеченные планы, которые перед собой поставили педагоги и в целом общеобразовательные учреждения, должны быть выполнены. Для того, чтобы из года в год поступательно повышается рейтинг общих показателей при сдаче единого госэкзамена или экзамена входящих в государственную итоговую аттестацию 9 классов, оно позволит нам, конечно, добиться того, чтобы и в нашем районе пополнялась копилка стобальников и, безусловно, ребята могли осуществить все свои мечты при поступлении в высшие учебные заведения или средние специальные заведения, тут выбрать дорогу и идти по ней. С отчетом по итогам работы управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Северском районе за 2017 год и изменениях в системе обязательного пенсионного страхования в 2018 году выступила начальник управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Северском районе Светлана Чумаченко. В ходе проведения оперативных мероприятий на территории Северского района сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из территориального отдела полиции при силовой поддержке сотрудников СОБРГ у Росгвардии Российской Федерации осмотрели территорию одного из местных заводов. В помещении полицейские обнаружили шестерых человек, которые разливали в стеклянные бутылки жидкость и оклеивали их этикетками с наименованием водки различных производителей. В ходе осмотра помещения сотрудники полиции обнаружили более 6 тысяч бутылок водки различных наименований объемом 0,5 литра, более 100 бутылок виски с маркировкой известного производителя, а также более 8 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Изъята алкогольная продукция направлена для проведения исследования. В ходе проведения дальнейшей проверки полицейскими установлены личности владельца земельного участка, а также арендатора помещения. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, незаконное хранение, приобретение либо сбыт продукции без соответствующих маркировок и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Продолжается проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Очередная выездная приемная администрации Северского района прошла в станице Смоленской в Доме культуры «Автомобилист». Сотрудники администрации, ведомств и служб района собрались для выявления проблем волнующих жителей поселения. Глава района Адам Джарим лично принял участие. На приеме поднимались насущные вопросы, требующие решения. Медицинское обеспечение, благоустройство, социальная поддержка населения, проблемы земельно-имущественных отношений и услуг ЖКХ. В связи с тем, что работа в поселении ведется достаточно активно и плодотворно, массового наплыва на приеме не было. Десять человек обратились к специалистам администрации с самыми актуальными проблемами. Однако, как уверяют сами жители, практика выездных приемов граждан – работа эффективная и, безусловно, важная. Вопрос был, грязная вода идет из водопровода, очень грязная. В течение лет обещали построить другую башню и вопрос решится. У нас закрыли проход с улицы Ворошилова, улица 20-й Стрелковой. Вот уже месяц вопрос не может решиться. Неудобство где-то около 200 человек людям. Вопрос сказали сразу после праздников, будет решен. По итогам встречи все обращения жителей станицы были рассмотрены и отправлены в работу. Проблемы с долгосрочной перспективой решения взяты на контроль. Работа выездных приемных продолжится и в других поселениях. Так что все те, кто хочет задать вопрос специалистам районной администрации, смогут это сделать в самое ближайшее время. Попросил бы, чтобы все вопросы, которые были озвучены, вы взяли на контроль по дорогам, отсыпать там ею. Обязательно. Следующий прием у нас будет 5 марта в 16.00. В Афипской, в администрации, да, Афипского поселения. На минувшей неделе в Хуторе Свободном Северского сельского поселения состоялся сход граждан. На встречу с хуторянами приехали глава поселения Игорь Крикун, заместитель главы поселения Вадим Пилипенко, специалисты администрации поселения и представители казачества. Первая проблема, которая волновала всех жителей, это дорога. Существующая автодорога соединяет Хутора Свободной и Новоалексеевский с населением более 200 человек. В связи со строительством нефтепровода компании «Транснефть» на территории Северского сельского поселения с использованием этой дороги. Ее состояние значительно ухудшилось, появились большие выбоины, что недопустимо, так как по этой же дороге осуществляется подвоз детей в школы. Глава поселения Игорь Крикун зачитал хуторянам письмо, которое уже направлено в компанию «Транснефть» о необходимости приведения автодороги в надлежащее состояние. В течение года этот вопрос будет решен. Обсудили жители и другие наболевшие вопросы. Это и строительство остановки, и чистка кюветов, и перебои с водоснабжением. Хотел бы спросить, как бы желание такое, я думаю, что всего хутора такого пожелаю. Я не от всего хутора, а от себя, но как бы... Вот эта дорога через свалку, она тоже дорога жизни нашей, по-сухому. Ну, естественно, по зиме нет, а по-сухому. Я вот как бы туда заезжал мусор, высыпал на свалку. Ну, вижу, ее что-то там перерывают туда-сюда. С чем это связано и как быть. И когда я проезжаю эту балку, да, в этой балке, больше, чем на свалке, приезжают и машинами туда выгружают. И, скорее всего, это связано с тем, чтобы туда не заезжали. В преддверии значимого политического события, выборов президента Российской Федерации, глава поселения Игорь Крикун рассказал жителям, что для удобства работы с избирателями, участок из хутора свободного перенесен в более комфортное помещение межпоселенческой библиотеки в станице Северской, где каждый житель сможет отдать свой голос кандидату, которому доверяет. Но будет работать автобус, машины будут работать, и они будут про их всем хуторам проезжать. У нас только хутор 8 марта голосует. Так, хутор 8 марта по всем будет возить по их избирательным участкам. Ваш избирательный участок – библиотека. В период со 2 по 4 марта в городе Гулькевичи прошли краевые соревнования по вольной борьбе среди представительниц прекрасного пола. К участию допускались девочки двух возрастных категорий – 2001-2002 и 2003-го и моложе годов рождения. Надо сказать, что в Северском районе вольная борьба представлена весьма сильными тренерами и спортсменами. Сборную нашего района на соревнованиях представляли 8 девочек, которых тренируют Руслан Яхутль из села Михайловского и Артем Анаприенко из станицы Смоленской. Занимаюсь уже тут 9 лет, тренирую детей. Потихоньку тренируемся, результат даем небольшой. До этого был, сейчас появились тоже новые результаты. Старшее поколение, оно выпустилось у меня уже, там девочка-призерка России, член сборной России. Сейчас вот младшее поколение подрастает, но я надеюсь, будет больше результат. Не только призерки будут России, выйдем на мировой уровень. Я хочу самое главное, чтобы выросли они хорошими людьми, чтобы ходили за них, говорили, что у них есть уважение к старшим, что они не только великие там станут спортсменами, не каждый будет великим спортсменом, а самое главное, хорошим человеком вырасти, чтобы они понимали, что такое поколение, старшее, младшее поколение. Уважение было самое главное, чтобы ходили, говорили, вот борцы. У нас как бы вид спорта такой, что у нас, в какой город не приедешь, если ты борец, ты в любом месте найдешь себе друзей, и тебя везде поддержат. У нас дружный коллектив. Весомый вклад в районную копилку сделали победители в своих весовых категориях Баженова Анастасия, Боголюбова Антонина, серебряный призер Скомарохова Вероника, а обладателями бронзы стали Тенишева Анастасия, Бабенко Кристина, Ракитская Ева, Быкова Ангелина и Алиева Марьянна. Спорт помогает быть более ответственным, время свое тратить не зря, заниматься пользой. Я хочу учиться пойти дальше по спортивному, пойти учиться на спортивную карьеру и всю жизнь учиться на тренера. Мне не тяжело заниматься вольной борьбой, потому что я уже привыкла. Я занимаюсь вольной борьбой уже три года. Я хотела выиграть Олимпиаду. Для того, чтобы выиграть Олимпиаду, я тренируюсь много. В апреле наших спортсменок ждет первенство Южного федерального округа по вольной борьбе, по итогам которого будет формироваться сборная Краснодарского края для участия в первенстве России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова